Кинокомпания Мэтр Голдвин Майер 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 КОНЕЦ 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 Месье Чарльз Морис, ты потолстел, а ты похудел Жанет! 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 Смотри Чарльз! Чарльз Уиллз Как вы пришли? Вы мягкие. Вы не кривите? Вы диспорезы? Пожалуйста, по-английски, мама. Она любит тебя. Мы все так скучали по тебе. Он неважно выглядит. Она хочет накормить тебя. Тебя не было слишком долго. Почти два года. Спасибо, Морис. Ты помнишь? Бурбон отдельно, вода отдельно. Тебе и мистеру Кэмбеллу. Только вы могли заливать такое в свои желудки. Приехал по делам? Нет. Повидать дочку. Маленькую балерину. Заберешь ее с собой? Мне хватит. Мир изменился. Да. Нет того безумия, что было после войны. Помнишь? Сколько мы тогда смеялись. Может, даже слишком много, Морис. Американские войска в Париже. Мoneиг. ХМ-helоси. Бурбон 01. Мод Snow darle pinking за тысячу! Субтитры делал DimaTorzok Сегодня великий день. По такому поводу налей-ка мне бурбона. Ни бурбона, ни джинна, ни коньяка. Ничего. А как же тогда праздновать? У меня есть перно. Наливай. А вон та леди, как то у вас говорят, пялится на вас. Вон та. Она даже не улыбается мне. Поверьте, она положила на вас глаз. Из-извините. Чарльз! Клод! Я знал, что ты жив. А я боялся, что ты... Ну нет. Плохие парни не гибнут на войне. Извините, я увидел друга и... Позвольте представить. Мой друг Чарльз Уиллс. Мисс Элсверд. Мисс Элсверд. Мэрион. Вы американка? Вы были здесь всю войну? Мы так и не уехали. Остались во Франции, жили в Лионе. Откуда вы знаете Клода? Вместе служили. Мы не виделись со дня высадки в Нормандии. Я покинул американцев после Сен-Пло и вернулся к своим. Генералу Деголе. Какая удивительная встреча. Пока я не увидел тебя, я думал, что это незнакомка так смотрит на меня. Нет, я тебя не видел. Я прервал важный разговор. Мэрион. Вы пользуетесь здесь влиянием. Вам нравили. Власть пресс-мэм. Посмотрим, насколько она велика. Морис! У меня есть идея получше. Пойдемте праздновать к моему отцу. А где мы достанем виски? Вы не знаете моего отца. За отцов. За мужчин. За французских мужчин. Продолжайте праздновать и не беспокойтесь ни о чем. Обещаю, мы придумаем, как вам помочь. До свидания. До свидания. Мэрион, вижу, ты хочешь выпить клад. Это заметно? У меня наметанный глаз. Андрея? А это кто? Чарльз Уильс. Репортер из Старзен Стрипс. Это мой отец. Здравствуйте, сэр. Репортер? Нам нужен не репортер, а бармен. Я пригласила его, потому что только здесь можно достать выпивку. Похоже, все эти люди пришли к такому же выводу. Что здесь делает Хелен? Привет. Что ты здесь делаешь? Понимаешь, дело в том, что... Я горжусь твоей сестрой. Мы не успели сказать тебе. Хелен исключили из университета. Что? Не устраивай сцену. Лучше познакомь меня с молодым человеком. Мэрион, прошу тебя. Хелен. Оставь ее в покое. Меня ведь тоже исключили из Гарварда. Она пошла по стопам отца. Извините. Я потом с тобой поговорю. Думаю, им не достанется. Как вас зовут? Чарли как-то там... Говорит, что он бармен. Можно вас на минуту? Конечно. Чарли? Уиллс. Жаль, что я не бармен. Из меня бы вышел хороший бармен. Не желаете шампанского? Спасибо. Можно ваш бокал? Конечно. Он давний друг семьи. Только не уходите. Спасибо. Я сказала, что мы давно знакомы. Так и есть. Мы целовались час назад. Правда? Подождите. Вы были в баре Ритц? Нет. Этуаль? Нет. На Вандомской площади? Нет. Нет. Я знаю. В кафе Динго. Вы вспомнили. Нет. Просто только там еще я видела сегодня солдат. Вы богаты? Нет. Это лишает меня шансов? Нет, но создает некоторые трудности. Мы тоже не богаты. Просто живем на широкую ногу. Папа говорит, так выходит дешевле. Мне он нравится. Это хорошо. Потому что он попытается занять у вас денег. А я не хочу, чтобы он расстраивался. Мне нравится, как вы целуетесь. Правда? Дорогая, боюсь, я недооценил возможности наших гостей поглощать спиртное. Сейчас принесу. Возьми с собой бармена. Уилс. Вы один из тех богачей Уилсов из Мэриленда? Нет. За мной, лейтенант. Спасибо. Откуда вы? Из Милоки. Поможете мне? Конечно. Милоки славится отличным пивом, длинноногими девушками и отсутствием миллионеров. А вы откуда? До 12 жила в Нью-Йорке, затем в Париже. В сороковом меня отправили в школу, в Швейцарию. Вот здесь у нас склад. Ничего себе. Папа прятал там спиртное от немцев. Находчивый человек. И веселый. Вот как? Его одиннадцатая заповедь. Веселись. Особенно теперь. Он говорит, после войны все должны веселиться. А он не слишком стар для этой войны? Нет, он не был на этой войне. Он воевал в 18-м и празднует с тех самых пор. Теперь, когда война в Европе закончилась, что вы будете делать? Постараюсь не попасть на войну в Тихом океане. Очень разумно. Этого хватит, чтобы свалить тигра. Чарльз, а я думала, с вами что-то случилось. Ничего. Пока. Все хотят познакомиться с вами. Мне надо в редакцию писать статью. Задержитесь, хоть ненадолго. Простите, но мне пора. Лейтенант, оставьте это нам. Замечательный смех. Надеюсь, вам удастся скоро разбогатеть. Вы зайдете позже? Постараюсь. Давайте лучше встретимся. Позвоните и скажите, где. Хорошо. Кто это? Кто? Хелен. Это Чарли Уиллс. Нет, нет. Чарли Бармен. Тот самый военный? Да. Пожалуйста, передайте Мэрион, что сегодня вечером, впервые после начала войны, в Париже зажгутся огни. Она хотела встретиться со мной. Буду ждать у Триумфальной арки, у могилы неизвестного солдата. Спасибо. Генерал Деголь выступит сегодня здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за свою страну. Здесь, в этой братской могиле, покоятся останки тех, кто отдал жизнь за свою родину. Генерал Деголь вспомнит и тех, кто погиб в Первую мировую войну. Мы должны беречь мир, обретенный столь дорогой ценой. Привет. Привет. Я думал... Я все испортила? Нет, но... Знаете, Хлот и Мэрион... Во-весторан, в этой мои кофе-классов conquestные Он chce пом maybe our любимыйthropи, drive вольный паттер Coordinator. Хил difficult, в первую очередную, основная марлянка для ритект, это будто прожарна. Я тебя не timelines, это расскажет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думал, ты спишь. Только мои глаза. И моя онемевшая рука. Они слабаки. Твоя рука и мои глаза. Они недостойны нас. Глазки неплохие. И рука хорошая. Я провожу тебя домой. Ты читал Томаса Вулфа? Домой возврата нет. Уже поздно. Ладно. Обещай мне. Обещай. Что праздник никогда не кончится. Будет еще праздник. После войны? Война закончилась. Она закончилась для нас. Я устала от смертей. Я хочу веселиться и жить так, словно это последний день. Ведь это здорово. Жить так, словно каждый день жизни, последний. Но только... Чтобы этот последний день не наступил. Ты слишком серьезный. Улыбнись. Так лучше. Мне не важно, что ты не богат. Шоколад. Привет. Привет. Как чудесно. Смотри. Зачем все это, мой мальчик? За тем, что он ухаживает за мной. Консервы. Овощные или мясные? Яичный порошок. Шоколад. Шоколад. Вы не останетесь без награды. Ваша щедрость должна быть вознаграждена сегодня же. Доброе утро. Доброе утро. Смотри, яйца. Это всего лишь яичный порошок. Не важно. Добавлю хереса и будет вкусно. Хочу кое-что предложить Чарльзу в знак моей благодарности. Чарльз. Мальчик мой. У нас есть великолепный шанс. Вопрос в том, готовы ли вы использовать его. О чем вы, сэр? Бенедиктин. Он участвует в четвертом забеге. Ставки 10 к 1. На полутора милях он обязательно выиграет. Почему? Профессиональная тайна. У папы есть надежный источник, да? Насколько надежный? Через два часа мы будем богаты. Мне надо только позвонить. Отлично. Если мы объединим наши капиталы... Сколько у вас денег? 40 долларов. Если мы объединим наши капиталы, у нас будет 40 долларов. Жаль. Может, я смогу занять? Не стоит, Чарльз. Разоритесь, как и он. Шанс, моя дорогая, связан с будущим, а не с прошлым. Если у нас беспокоит гарантии, то, знаете, у меня в аренде участок земли в Техасе. А Техас? Это нефть. Папа. Нефтяная аренга – это семейная шутка. Участок большой, а нефти ни капли. Чарли. Что? Я чувствую, нам повезет. Попробуй достать денег. Знай, я верю в храбрость и находчивость американских солдат. Вперед, мой мальчик, вперед. Судьба не любит увольней. Тут написано... Я не нервничаю, папа знает, что делает. А что мне нервничать? Если проиграем, я буду расплачиваться полгода. Эти деньги мне одолжили четыре капитана, которые выжили в сражении под Бастонию. Мы не проиграем. Все поставили? Да. Двенадцать к одному. Почему выросли ставки? Эти глупцы считают, что Бенедиктин проиграет. Что взять с невежды? Нам сюда. Который Бенедиктин? Четвертый номер. Первые полмили он будет держаться позади. Какой-то он тощий. Он под жарой. И он в отличной форме. Кто вам про него сказал? Где Бенедиктин? Красиво скачет. Где он? Идет шестым. Отличная позиция. Бенедиктин. Пока седьмой. Но он их обойдет. Хелен. На эти деньги я куплю себе новое платье. Он выиграл. Бенедиктин выиграл. Ну, конечно. Вы удивлены? Скорее испытываю облегчение. При 12 к 1 ваша доля составит... Может, будет еще договорной заезд? О чем это вы, друг мой? Разве это не был договорный? Вы читаете слишком много детективов. А как же ваши надежные источники? Ну, вы что, просто положились на удачу? На интуицию и опыт. Но мы могли все проиграть. Неплохой способ зарабатывать на жизнь, да? Говорит радио американских войск в Париже. Черная пелена окутала Хиросиму. Там царят разрушения и хаос. События принимают стремительный оборот. Морис, не выключай. Слышала новость? Я так рада тебе. Надо бы сбросить еще бомбу. Спорим, что все закончится через неделю. Ставлю двадцатку. Идет. Не соглашайся. Барни уже знают новость. Япония готова капитулировать. Что? Если мы оставим императора на троне. Когда мы едем домой? Что там с увольнениями? Если поспешите, может, не окажетесь последними. Мне нужно в редакцию. Зачем? Я пытался дозвониться тебе. Не звони, если можешь прийти. Не уходи, если можешь остаться. Может, мы поужинаем сегодня вечером? Посмотрим. Неужели война закончилась? Я хочу купить тебе шелковые рубашки, шелковые носки и шелковые белья. Дорогой. Такси! Куда ты делал мой зонтик? Он был у меня, потом смотрю, нет. Наверное, где-то потерял его. Мы готовим специальный выпуск. Тебе надо спешить. Я поймаю тебе такси. Такси! Перестань, я доберусь. Подождешь меня? Пожалуй, вернусь домой, к удивлению отца. Под таким дождем? Я не умею готовить и шить, но уж такси поймать смогу. Это первое, чему я научилась, окончив школу. А теперь иди. Ты покорила мое сердце. Это именно то, чего я добивалась. Такси! Такси? Фиалки! Спасибо. Мэрион! Мэрион! Я звонил, мне сказали, что можно прийти. Она получала мои цветы? Каждый день. И мои записки? Все до одной. Мне можно зайти к ней? Чарльз? Что? 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 Привет. Ну, как ты? Этот вопрос надо задать моей сиделке. Пациентке уже лучше, но ей нельзя утомляться. А я-то хотел предложить тебе потанцевать. Я думал, сиделка будет моложе и красивее. Это четвертая за две недели. Папа слишком многого требует от них. Ради Бога, не надо строить из себя виноватого. Я потерял твой зонтик, и ты простудилась. Не глупи. Шел дождь, я промокла и заболела. Ты нисколько не виноват. Наконец-то ты не в форме. Так ты выглядишь еще лучше. Это я во всем виноват. Я бы все равно заболела. Я простужаюсь, даже услышав прогноз погоды. Спасибо за чудесные цветы. В чем дело? Не знаю. Ты такая бледная, беззащитная. Не забывай, за дверь есть сиделка. Но я не позову ее. За эти недели я понял одно. Я люблю тебя. Ты полюбил меня с первого взгляда. Неужели? Конечно. Нам надо было сразу признаться друг другу. Мы потеряли столько времени. Впервые в жизни я жалею о том, что у меня мало денег. Деньги. Папа говорит, главное не сколько ты имеешь, а сколько должен. У меня и долгов-то нет. А каковы твои перспективы? Перспективы? Как репортер я получал 65 в неделю. Нет, я должна думать только о хорошем. Если компании Дюпон или Дженерал Моторс не нужен президент? Парижскому бюро службы новостей нужен репортер. Париж. Но зарплата меньше, чем в Нью-Йорке. Для жизни в Париже много денег не нужно? Да. Да. Но я пишу книгу. Мне надо вернуться в Штаты. Пиши ее здесь. Чарли, дорогой. Женись на мне и останемся здесь. Отличная идея. Но немного безумная. Да, ты прав. Если у тебя есть хоть немного благоразумия, ты сейчас выйдешь отсюда и больше не вернешься. Ну, может, пришлешь мне зонтик, и на этом все закончится. Но у меня нет благоразумия. Ни капли. У тебя нет благоразумия. А у меня высокая температура. Была бы нормальная, этого бы не произошло. Мне нравится роль заботливого отца. В конце концов, это первый брак, Хелен. И последний, сэр. Прошу не перечить мне. Хелен говорит, вы очень серьезный человек. Твердо стоите на ногах, много работаете. Я стараюсь, сэр. Откровенно говоря, не эти качества я бы хотел видеть в своем взятии. Скажу больше, вряд ли вы сможете сделать Хелен счастливой. Я буду работать в агентстве новостей в окружении легкомысленных, безответственных коллег. И скоро лишусь этих качеств. Будем надеяться. Скажите, я кажусь вам необычным отцом? Безусловно. Честно и откровенно. От прямолинейности нужно избавляться. Вы понимаете, что я не смогу устроить вам пышную свадьбу? И не надо. Хотите выпить? Да. Спасибо. Мои запасы подходят к концу, так что извините, если... Да ничего. Держите. Спасибо. Вы знаете, какой свадебный подарок получите? Хелен сказала, чего следует ожидать. Вы получите семейную шутку. Четыре тысячи акров бесценной земли. Большое спасибо, сэр. Не за что. Быть нефтяным бароном неплохо, даже если нефти нет. Ты дала Хелен свое согласие? Это я дала ей свое согласие. Что? Клод попросил меня стать матерью его детей. Да. Это как-то неправильно. Папа, Клод предложил ей руку и сердце. Ну что ж. Тогда я должен расцеловать тебя. Надо поздравлять жениха или невесту, что ты ее подзабыл. Просто иди и поцелуй ее. Что ты вложил в этот поцелуй? Иди сюда и узнаешь. Хелен выходит замуж. Мэрион выходит замуж. Я остаюсь один, брошенный всеми. Впрочем, мне не на что жаловаться. Перепишите статью. Как дела? Неплохо. Хорошо. Знаешь, тебе идет, борода. Если хочешь занять денег, ты напрасно. У меня не франкли. Впрочем, я бы тебе все равно не дал. Цены здесь не растут, как в Штатах. И зарплаты тоже. Ребята, у меня в больнице жена и ребенок. Мне нужно 500 баксов, чтобы забрать их. Может, тебе лучше оставить их там насовсем? Тебе хорошо шутить. Ты не отец. Кто знает. Возможно, мне не успели сообщить. Ну, как, Ваше Высочество? Нет ничего лучше теплой ванны после целого дня криков. Вот так. Взгляни на эти ножки. Погибель для мужчин. Простите, Ваше Высочество, за нашу нескромность. Прошу простить меня. Что можно ожидать от простолюдина? Спасибо, мсье Элсверт. Теперь я одену малышку. Клод! Чарльз, у меня хорошие новости. Отлично. Где Хелен? Чарли. Как Мэрион? Прекрасно. Хорошо. Очень хорошо. Привет, толстушка. Все правильно. Посмотри на меня. Платье не застегивается. Я без ума от всех твоих выпуклостей. Где Вики? Ее купают. Не могу удержаться. Ты так прелестна. Впрочем, я весь день смотрел только на редактора. Ты выбил у него премию? Да, только не премию, а суду. Я послал деньги в больницу, так что можешь быть спокойна. Все счета оплачены. У меня уже не будет прежнего размера. Вики будет так же красива, как ты. И я буду окружен прекрасными женщинами. Этот комплимент и Мартини компенсируют то, что ты упрятал меня на девять месяцев в тюрьму. Мартини сейчас подам. Чарльз. Да, Клод. Меня сегодня назначили в прокуратуру. А как же твоя частная практика? Это намного важнее. Нужно придать суду всех коллаборационистов. Конечно. Их адвокаты разбогатеют. А вот ты обеднеешь. Господа, королевы. Привет, Ваше Высочество. Что стало с ее волосами? Еще вчера они были. Тебе померещилось. Первый блин не вышел комом. Будь красивой, талантливой и очень богатой. Красоту она унаследовала от мамы, талант от меня. А где твой вклад, мой мальчик? Последние девять месяцев я посвятила тебе. Теперь я хочу веселиться. Что скажешь, малышка? Да не бойтесь. Меня хотел узнать, не мог бы ты... Спасибо. Надеюсь, ты записываешь все эти суммы. Ну, пока. Пока. Спокойной ночи, мой ангел. Ты точно не пойдешь? Ты излишки, что я не держу тебя за руку, пока ты работаешь? Если бы ты держала мою руку, я бы взял твою, потом поцеловал бы тебя. А потом... Это мне нравится. Ты ненасытная. Уговори меня остаться. Я должен закончить эту вещицу сегодня. Это не вещица, это великий американский роман. Чарли. Ты будешь любить меня, когда прославишься? КОНЕЦ С сожалению, сообщаем вам, что не считаем возможным в настоящее время опубликовать ваш роман. КОНЕЦ Ну? Что скажешь? Он еще лучше, чем первый. Он прекрасен. Он слишком хорош для них. Давай отошлем его сегодня. Проснись. Плюнь на удачу. Умница. Это уже Пятое Рождество после окончания Второй мировой войны. Все ветераны молятся, чтобы и Новый год принес нам мир. С сожалению, сообщаем, что мы не можем опубликовать ваш роман. Возвращаем вашу рукопись. Папа. 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 По-английски, дорогая. Мне приснился плохой сон. И взрослым снятся кошмары. Я принесу тебе молока. Папа. Мама, мама. Это мама. Она вернулась. Папа. 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 Один поцелуй на дорожку. Ну нет, ты проиграл гонку. Мне нужно утешение. Привет, Чарли. Я проиграл, и твоя жена не хочет меня утешить. Привет, Чарли. В следующий раз выиграй. Спокойной ночи. Смотри. Сыр Гривейр. Я не забыла. Всем до свидания. Привет. 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 Чарли. Чарли. Вы не Чарли. Кто из Чарли? Где же Чарли? Чарли. 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 Ты еще не сказал ей? Зачем портить ей праздник? А себе зачем? Я другое дело. Я потратил год жизни на эту книгу. По какой-то непонятной причине я думал, что ее напечатают. Вот что я тебе скажу, ты слишком наивен. Я знавал одного издателя, но он никогда не читал рукописи. Он их нюхал, пробовал на вкус, но не читал. Вот если рукопись была на вкус как отбросы, он ее издавал. Знаешь, в чем секрет успеха? В заурядности. Хочешь стать богатым писателем? Запомни 3Б. Богачи. Бандиты. Бабы. Привет. Привет. Слушайте. Слушайте. Сеттедэй Ивнингпост заплатит мне 15 тысяч за роман. Поздравляем. Спасибо. Прощайте, наемные писаки. 15 тысяч. Без налогов. Мог бы устроить вечеринку для всех. Благодарю вас. Чарли, давай срочно в полицию. Зачем? Они задержали чокнутую американку. Она устроила пробку, купаясь в фонтане сегодня в полдень. Что тут интересного? Ты же знаешь, как американцы в Париже любят читать об американцах в Париже. Ладно. Как ее зовут? Элен Уиллс. Это моя девчонка. Не притворяйся, что не знаешь меня. Я твоя жена. В горе и в радости. В сухой одежде и в мокрой. Ты легко простужаешься. Иди домой и переоденься. Мы не можем идти домой. Вики в динго. Как? Опять? Ей лучше побыть в Бестро, чем сидеть дома одной. Это попадет в газеты? Еще одна чокнутая американка бросилась в фонтан. Это уже не новость. Ты сделала это, чтобы попасть в газеты. Это было глупо. Но весело. Неужели? Почти весело. На грани веселья. Но эту грань никак не преодолеть. Верно? Да. Никак. Не знаю, почему. Может, все дело в Париже. Во мне. Во времени. Или еще в чем-то. Ты все время куда-то спешишь. Словно... Словно пытаешься найти что-то очень важное. Только... Найти не можешь. Да ладно тебе. Ты же всегда смеялся над моими выходками. Не сразу, но смеялся. Я расстроен. Кэмпбелл продал свой роман с этот дивнинг-порт за 15 тысяч долларов. И ты ненавидишь его за это? Дорогой, ничто человеческое тебе не чуждо. Наконец-то. О чем это он, не разберу? Это Марсель. Здравствуйте. Он хочет увековечить меня. Ты что, баллотируешься на какой-то пост? Ты же знаешь, я всегда рада посмеяться. Миссис Виллс. Это хорошее дело веселить людей. А мне каково? Я заплатил за нее штраф. Дорогая, прошу вас, попозируйте мне. Миссис Виллс. По-английски, Вики. Папа, я ждала, чтобы показать тебе. Сегодня утром, мама трес? Нет, Вики, не вперемешку. Все по-английски. Смотри, папа. Стой. Ты еще не поцеловала меня. Чарли. Барни. Хочешь увидеть нечто особенное? Рано ей выпивать. Это из-за пола, дорогая. Даже Павлова не смогла бы танцевать на таком полу. Как ты? Извини. Скажи что-нибудь приятное. Великолепно, малышка. Босс хочет, чтобы я взял интервью в Роял Францес. У меня важное свидание. Подмени меня. Ее зовут Лорейн Куарл. Кто она такая? Кафе-социет. Завсегда ты ночных клубов. Пока, малышка. Ты отлично танцевала. Но нужна концовка. Я знаю, что нужно сделать. Прыгай в мои объятия. Мистер Уиллс. Миссис Куарл. Я Уиллс из Европейской службы новостей. Ненавижу опаздывать, простите. Мне надо выпить. Леон. Как всегда, миссис Куарл. Да. Обойдемся без банальностей. Париж прекрасен. Американки любят французов. Французы любят американок. Цены слишком высокие. Я еще не выбрала нового мужа. Возможно, им будет бармен. По крайней мере, он талантлив. Вижу, у вас уже брали интервью. Последний раз час назад. Он был не молод, не привлекателен. Интервью было очень коротким. А вы можете не спешить. Вы впервые в Париже? Нет. Я впервые развожусь здесь. Почему вы выбрали Париж? В Рину мне наскучило, а в Лас-Вегасе я слишком много проигрываю. Вы были замужем четыре раза? Три. Один не в счет. Леон? Что-то не так? А что-то так? Знаете, мои браки мало отличались один от другого. Муж номер один. Любовь. Неудача. Муж номер два. Деньги. Неудача. Но я получила деньги и фамилию Корл. Муж номер три. Брак недействителен. Он забыл сказать, что у него уже есть жена. Муж номер четыре. Матадор. Четыре попытки. И все неудачные. А дети есть? Нет. Это мой единственный гуманный поступок. Я же сказала, я неудачница. Вы ничего не записываете? Интервью давно закончилось. Спасибо. Я голодна. Может, пообедаем? У меня нет счета в банке. Я всего лишь трудяга и репортёр. Не переживайте. Обед за счет моих четырех мужей. Я переоденусь и приду. А как же... Мистер Уиллс. Дома я плачу психоаналитику 50 долларов в час, чтобы он меня слушал. Это моё такси. Чарльз. Клод, рад тебя видеть. Как ты? Отлично. Хорошо выглядишь. Как ты, Мэрион? Хорошо. Отлично выглядишь. У меня тоже всё хорошо. Извините, это моя своячница. Миссис Матин. Миссис Матин. Миссис Корл. Здравствуйте. Здравствуйте. Клод работает в прокуратуре. Надеюсь, мы ничего не натворили. Миссис Корл только что прибыла в Париж. Я беру у неё интервью. Как Хелен? Отлично. Видели бы вы Вики. Нам надо чаще встречаться. Мы ведь одна семья. Я позвоню Хелен утром. До свидания, миссис Корл. До свидания. До свидания. Чарльз, был рад повидать тебя. До свидания. До свидания, Клод. Как Хелен? Что такое одна моя жена против ваших четырёх мужей? Представляю, как вам достанется дома. От Хелен? Нет. Она самая удивительная, понимающая. И вы не против, если мы закончим интервью? Я вдруг совершенно протрезрел. Уже поздно, если я не вернусь в редакцию и не подготовлю статью. А мне можно с вами в редакцию? Зачем? Не знаю. Думаю, мы больше никогда не увидимся, и мне бы хотелось продлить этот вечер. И я должна увидеть статью. В редакции сейчас холодно и неуютно. Вы не представляете, как часто мне бывает холодно и неуютно. Я отнесусь с пониманием. Доброе утро. Ну, в чём дело? Чарли, как ты мог? Что, Чарли, ты на себя посмотри? Мне надоело, что ты сутками сидишь в этих грязных дешёвых кафе. Общаешься со всяким сбродом, с писателями, которые они пишут, с художниками, которые не рисуют. А что пишешь ты? Берёшь интервью у богатых бездельниц? По крайней мере, они не прыгают в фонтаны и не хлещут вино. А ты спроси меня, почему я пью? Почему прыгаю в фонтаны? Всё правильно. Давай, обвиняй меня. Разве это я хотел остаться в Париже? Какое право ты имеешь критиковать меня? Ты подозреваешь меня? Это смешно. Нет, послушай меня. Доброе утро, дорогой. Хелен. Ты знаешь, сколько сейчас времени? А что такое, дорогой? Сейчас восемь часов утра. Твоя очередь везти Вики в школу. Ты понимаешь, что меня не было всю ночь? Бедненький. Ладно, я отведу её. Тебе всё равно, где я был? Ты ужасно выглядишь. Была трудная работа? Я брал интервью у женщины. Вот и хорошо. Они лучше мужчин. Она богатая, красивая, восхитительная женщина. И я ей понравился. Тебе всё равно? Что ты хочешь этим сказать? Только то, что я люблю тебя. Какого типа эта женщина? А какие бывают? Она правда хорошенькая? Не бы соврал, но Мэрион видела её. Да, она хорошенькая. Мэрион? Мы встретились с Клодом и Мэрион. Наверняка она раздует из мухи слона. Насколько она богатая и красива? Замолчи. Я ничего не слышу. Сейчас. Мэрион? Что? Что? Повтори. Это ложь. Мэрион всегда меня недолюбливала. Чарли. Мы богаты. Мы богаты. Старый мошенник. Почему ты не сказал? Я не старый. Вчера я не мог тебе сказать, потому что праздновал. А утром я зашёл к Мэрион позавтракать и всё рассказал ей. Сколько у нас денег? Мэрион сказала, что мы неприлично богаты. Мэрион верна себе. Деньги – это всегда прилично. Особенно куча денег. По-английски, Вики. Мы миллионеры. В этой семье склонность к безумию, особенно у твоей мамы, Вики. У нас забил нефтяной фонтан. Что? Нефть, дорогой, то, чем знаменит Техас. Ты обросывай нефтяной аренде? Это был мой щедрый свадебный подарок. Надеюсь, ты не забыл. Сколько у нас денег? По законам штата можно выкачивать только 80 баррелей в день. По 2 доллара за баррель. 160 долларов в день. 7 дней в неделю. Нефть не спослана нам Богом. Это 1100 долларов в неделю. И 27% без налогов. А может продать всё? Я так подумал. Целое состояние. Но так у нас будет постоянный доход. В Милуке все такие осторожные. Разумные. Я тут всё переделаю сверху донизу. Начну с себя. Постригусь. А комнату Мэрин мы переделаем в твой кабинет. Мы сумеем потратить за год 50 тысяч долларов? Постараемся. Мы? Знаешь? Ну да. Мы пробурим ещё одну скважину. Мэрин не сказала, что видела тебя вчера. Мама, что такое нефть? Вики. Это моя машина. Снимите саван. Больше никаких сроков. Никакой журналистики. С этим покончено. Опускайте. Лови. Что теперь, Чарли? Теперь? Закончу третий роман. Если его не опубликуют, его опубликуют. У меня нет проблем ни с деньгами, ни с работой. Мне теперь взять отговорки. Когда есть деньги, отговорки не нужны. Удачи тебе, Чарли. Удачи. 5 тысяч франков, пожалуйста. Ещё я хочу дать нам благотворительность. Как мило. Элен, извините. 6 тысяч за ещё один поцелуй. Я стою большего. Не думала, что ты придёшь с собой. Я не думал. Что-то случилось? Да. С Вики? Нет, с Чарльзом. Послушай, он целый день не выходит из своей комнаты. Он и сейчас там не ест, не разговаривает. Просто сидит в темноте. Совсем один. Чарли. Чарли. В чём дело? Ты обедал? Хочешь, я принесу тебе что-нибудь? Уходи, Хелен. Оставь меня. Я что-то не так сделала? Чарли, скажи мне, пожалуйста. Ладно, ладно. Ты хорошая, верная жена. Ты исполнила свой долг. А теперь... Возвращайся на вечеринку и оставь меня. Я пытаюсь помочь. Помочь кому? Кому? Тебе? Мне? Нам? Я не знаю. Помочь с этим? Помочь с очередным отказом? Кто может мне помочь? Всё из-за того, что какой-то издатель снова отказал тебе? Да, снова. Снова, Хелен, снова. Мне, как последний болван, пять лет карпел над этими дурацкими книгами. Я не писатель. Ты писатель. Прекрасный писатель. Это они болваны, не ты. Мистер Уиллс, к сожалению, сообщаем. Я никто, Хелен. Уходи, оставь меня в покое. Чарли. Я не хочу выглядеть в твоих глазах неудачником. Прошу тебя, уходи. Но ты не неудачник. В 20 лет я думал, что буду писать великие книги. Я был способен на это, потому что стремился к совершенству. Теперь мне не 20, и уже слишком поздно. Мы попробуем снова. Нет. Я не обладаю талантом. Мне нужно смириться с этой мыслью. Я богат. Ценой щедрых угощений в баре я могу купить славу, друзей. Зачем тратить годы на написание книг? Когда можно сидеть в баре, рассуждать о литературе и критиковать других. Ты проиграешь, парень. Спорим на 25 баксов? Давай на 75. Пусть будет 100. Хорошо, 100. Слабак. Давай, Чарли. Давай. Чарли. Смотри, детка. Давай, Чарли. Держись, Чарли. Молодец. Давай, еще немного. Дожми его. Давай, давай. Давай, Чарли, еще немного. Давай. Ну. Давай. Давай. Молодец, Чарли. Твоя взяла, Чарли. Я чемпион. Я поборол его вот этой рукой. Отвези меня домой. Я жду машину. Ее готовят для гонок. Каких гонок? Автопробег. Монте-Карло, Париж. Монте-Карло, Париж. Субтитры создавал DimaTorzok Отвези меня домой, прошу тебя Ты это уже говорила Кто-нибудь звонил? Нет. Тихо как-то А мне нравится Почему Вики не заходит ко мне? У твоей дочери кризис У нее выпал передний зуб Как она переносит это? Для нее это конец света Она сказала, что зайдет, если ей не надо будет улыбаться Или открывать рот Понятно Для нее это трагедия Ты не жалеешь, что остался дома? Конечно, нет Как продвигается? Вновь начинать нелегко Но ты обещал Я стараюсь У тебя получится Моя бедная балерина Большое спасибо Неплохой поцелуй Когда ты снова будешь улыбаться? Скажи, хотя бы примерно Зубы растут несколько месяцев К тому времени мышцы закостенеют И ты не сможешь улыбаться И тебя будут называть Самой злобной женщиной Парижа А знаешь, как скоро буду выглядеть я? Папа Можно одолжить твои запомни? Встрячьте свои вставные челюсти Вы меня смущаете Можно я станцую для тебя, дедушка? Утром, дорогая Но мне завтра надо встать в шесть Отлично Я как раз вернусь к этому времени Спокойной ночи, дорогая Спокойной ночи Молоко, книги Что это значит? Я должен работать Это твоя идея Это хорошая идея Не сбивай его Я не думал Но мы будем скучать без вас Представьте, вечеринки во фраках Просто по случаю четверга Может, пойдем? Чарли Мне полезно развеяться А завтра утром я прикую себя к стулу Ну, пожалуйста Почему я всегда говорю «да», когда хочу сказать «нет»? Кстати, я привел с собой друга Заядлый теннисист Пол? По поводу Уилсонов не беспокойтесь Он всюду вхож Как он зарабатывает себе на жизнь? Ему платят, чтобы он пришел? Нет Он ворует столовое серебро Очаровательно Пол Моя дочь И Чарльз Уиллс, мой зять Здравствуйте Я очарован Я слышал, вы играли в Риме Я играю везде Успешно? Блестяще До второго круга, пока меня не обыграет какой-нибудь юный австралиец или американец А как он прыгает через сетку, чтобы поздравить победителя? Я умею красиво проигрывать Простите Вы не леди из фонтана В кафе Динго Это моя любимая картина Я всегда захожу полюбоваться на нее Вам повезло Теперь можете любоваться оригиналом Пошли, Пол До встречи Он обаятельный, да Что? Обаятельный Да Обаятелен до тошноты Я очарован Проворная лисица перепрыгнула через ленивого пса Каждый должен приходить на помощь Мой дорогой, это было так забавно Надо было видеть этих гангстеров Все в Нью-Йорке прилипли к телевизорам Отчего умер Бернард Шоу? В основном от старости Войска Наполеона были разбиты И все закончилось позорным бегством из России Вы сами будете участвовать в гонке? Конечно А что вы получите? Как что? Победу, конечно Что же еще? Смотрите Это моя жена Привет, жена Ладно, спортсмен, беги-ка в раздевалку Возвращайтесь поскорей, Пол Его мучают угрызения совести Но это ненадолго Ну что это за жена? Танцуешь с другими мужчинами Обычная жена Брошенная Что у вас там с мистером Теннисом? Мы перешли на «ты» Он милый, внимательный И его не пугает, что я замужем И что у меня семилетняя дочь Может он хочет, чтобы его усыновили Не думаю Он сделал мне несколько предложений Другого рода Держи меня в курсе Лоррейн Лоррейн Куарл Вы забыли меня? Я помню все Вот только имя позабыла Уиллс Европейская служба новостей Чарли Как приятно вас снова обнять Наверное, вы меня с кем-то путаете Мы не были настолько близки Но почему? Вы снова вышли замуж? Конечно И приехала в Париж, чтобы избавиться от мужа А вы еще женаты? Конечно На той же женщине? На той же прекрасной женщине Я должен сказать это, потому что она рядом Позвольте представить мою жену Хелен Миссис Корл Миссис Джонсон Но это ненадолго Как поживаете? Пока не пойму А вы красивее, чем я ожидала Да и вы не так сильно потрепаны жизнью Мне уже можно вернуться? Пол Лейн Это миссис Джонсон Временно Лучший посредственный теннисист в мире Я видела вас в отеле Я всегда останавливаюсь в Роял Францис Может, сыграем в теннис? Да Субтитры создавал DimaTorzok Воздух пьянит, как вино Чарли Я хочу вернуться домой Домой? Что случилось? Ничего Просто я хочу домой По-вашему, это разумный довод? Ты отвезешь меня домой? Я бы рад, но не могу Не обещал прокатить Лорейн на моей машине Ты не против, если Пол меня отвезет? Пол? Какой еще Пол? Не важно На вечеринках всегда бывает 5-6 таких Полов С ней нельзя говорить серьезно Эта крошка развивает скорость 60 миль в час КОНЕЦ Я уже давно встала От этой привычки тебе надо избавляться, котенок Зачем взрослые пьют молоко, если у них все 32 зуба? У нас в желудке бабочки, молоко их успокаивает Но как они туда попадают? Они прячутся в пузырьках шампанского Это известный факт гидродинамики Спокойной ночи, милая Спокойной ночи Иди надень пальто, Вики А папа пойдет с нами в парк? Сначала мы пойдем в церковь Уже воскресенье? Куда подевались пятница и суббота? Пошли, Вики Ты идешь, папа? Я приду к вам в парк В церковь в пятницу? Что бывает в церкви в пятницу? То же, что и всегда Пока ты в домном настроении Могу и рассчитывать на какое-то сострадание К своей несчастной голове? Вряд ли Что я такого сделал? Это я и хочу услышать Я бы сам не прочь покататься на карусели Что скажешь? Тебе непременно надо быть такой мрачной Хочу услышать о ночной поездке великого гонщика Ты разогнал машину до 103 миль в час И повернул назад, да? Верно А потом? А потом ничего Я отвез Лорейн в отель Или она завезла меня домой Я не помню Ты ничего не упустил? Прости, что разочаровываю Тебя на вчера ничего не было Значит, будет сегодня Она опять будет красивой А ты снова напьешься И опять ничего не случится А тебя кто вчера отвез домой? Теннисист Он не отвез меня домой Он предложил зайти к нему в отель И я согласилась А потом пришлось с ним побороться Да, я боролась Но не с Полом А с собой Ну и как? Победила Послушай Я тоже нахожусь в постоянном напряжении Я тоже живу в Париже И мне тоже скучно Все это время я представляла тебя с этой женщиной Ты недооцениваешь Пола Он очарователен, внимателен А я так несчастна Чарли, поедем домой Хорошо, как только Вики закончит Я имею в виду Домой, в Америку Это бегство не поможет Чарли, давай вернемся Пока еще не поздно Прошу тебя Если ты любишь меня Давай вернемся домой Ты часто говорила Давай жить весело И ты была права Домой мы еще успеем вернуться Мы еще все успеем А может наше время истекло? У тебя просто плохой день, дорогая Вот завтра Этот плохой день длится уже год Может я взрослею Поздно взрослеть Поздно взрослеть Слушай, поехали вместе на гонки В Монте-Карло Почему для тебя так важна победа в гонках? Не знаю Может я потом напишу рассказ о гонках Ну ладно Мне это просто нравится Это весело Как говорит твой отец Нет ничего важнее веселья Думаешь, все это глупо? Ты это хотела от меня услышать? Поехали со мной, Хелен Нет, Чарли Может меня взять кого-нибудь другого? Это было бы разумно Ты всегда найдешь объяснение Присмотри за Вики А ты куда? У меня важное дело Иду покупать шляпку КОНЕЦ 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 Давай остановимся ненадолго Прошу тебя Коньяк Коньяк Побыстрее Два коньяка Мистер Уиллс Миссис Уиллс Она здесь? Что-то будет Кого я вижу? Какие новости в мире гонок? Мне звонил домой Тебя не было Естественно, я здесь Это не смешно Тебя не было дома неделю Мне тоже это не казалось смешным А теперь вот кажется Помнишь, Пола? Нет? Это забавно Потому что я помню Пообедайте с нами Заткнись А вот я с удовольствием Скоро он предложит пить шампанское из твоей туфельки Это уже было Это уже было Ну как он тебе? Из-за него я скоро стану алкоголичкой Надеюсь, вы не против безобидного ужина Да ладно тебе, Пол Просто скажи Чтобы они убирались И оставили нас в покое Это вы ему говорите Не мне Мы все можем решить Как цивилизованные люди Нет Узнаю своего мужа Еще раз тронешь меня Я тебе врежу Не советую, Чарли Иначе мне придется Ударить с Лорейн Что тут смешного? Вы и я Мы все смешны Чарли, не надо Прошу тебя Прошу Кто же мне умник нашелся? Мир полон умников Хелен К черту Ты красивая И замужняя И волнующая И богатая Еще и любовь Конечно, я люблю тебя Конечно Разве так говорят? О любви? Поверь Тебе будет хорошо со мной Пол Как мы ему скажем? Скажем? Скажем что? О нас Что ты любишь меня И что я не вернусь к нему Это глупо Конечно, вернешься Если ты не вернешься Ты все испортишь Неужели ты не понимаешь? Конечно Конечно, дорогой Я останусь с мужем И буду встречаться с тобой Когда мне будет Одиноко О, боже Это не я придумал Так всегда делается Половина твоих знакомых Так живет И этого ты ждал от меня? Хелен, послушай Что с тобой? Мне вдруг захотелось уйти КОНЕЦ Чарли! Пожалуйста, Чарли. Ты хочешь, чтобы я ушла? Ты этого хочешь? КОНЕЦ Иду. КОНЕЦ Хелен Прости. Я не могла поймать такси. Я... КОНЕЦ Доктор, где мистер Уиллс? Нет, позовите его. Она очень плоха. Он здесь. Он не увидит ее. Я его не пущу. КОНЕЦ 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 Ты взял мой зонтик. Прости, дорогая Прости меня Прошу тебя, прости меня Береги Вики Не дай ей совершить те же ошибки Я всегда буду любить тебя Пожалуйста, мистер Уиллс Оставьте нас Пожалуйста, мистер Уиллс Мистер Уиллс Убирайтесь Вы должны уйти Мистер Уиллс, так нельзя Убирайтесь отсюда Доктор Нам надо идти, сынок Вики одна Папа Чарли Что ты собираешься делать? Тебе надо поговорить с Мэриом Иначе ты можешь потерять Вики Она будет через суд добиваться опеки над Вики Так как ты не можешь заботиться о ребенке Она права Вики со мной будет так же плохо, как Хелен Что ты будешь делать? Я хочу вернуться домой Навсегда Красиво, правда? Мэрис Прости, я опаздываю Американцы Они всегда спешат Даже богатые американцы Я уже не богат А что? Нефть Ее больше нет? Нет, Мэрис Год назад из скважины пошла соленая вода Не повезло А может наоборот Ты должен пообедать с нами Как в старые времена Пока не знаю, смогу ли я Жанет очень расстроится Нам есть что вспомнить Возвращайся, Чарли Постарайся Я постараюсь Возвращайся 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 Чарли Здравствуй, сынок Что случилось? Так Небольшой удар Когда? Восемь или девять месяцев назад Ты не писал об этом? Ничего Серьезного Просто старость Чарли Я прочел твою книгу Мне она понравилась Все очень искренне Спасибо Да, понравилось Очень понравилось Вот Это тебе Гаванские сигары Твои любимые Открыть? Потом Врачи пока не позволяют Где Вики? Ты приехал за ней Я бы хотел забрать ее Хорошо Хорошо Папа, папа Ты не седой А я всем в школе сказала, что ты посидел Мне очень жаль Держи Спасибо Клод Привет, Чарльз Очень рад тебя видеть Спасибо Спасибо за все Как только я получил твое сообщение Я забрал Вики из школы Смотри, папа Чудесно Как всегда Папа Что? Мы пойдем в парк Ты помнишь железную дорогу? Я Ну, пожалуйста Прошу тебя Я так мечтала, что мы пойдем туда, когда ты вернешься У вас есть час До прихода Мэрион Я надену новое пальто Ладно Как Мэрион? Хорошо Я хочу, чтобы ты знал, как я ценю все, что ты Это не моя заслуга Я показал Мэрион твое письмо Она не могла не дать тебе повидаться с Вики Я надеялся, она отдаст мне ее Вики должна быть со мной, Клод Она нужна мне Да, я думаю, и ты ей нужен Спасибо Папа Скорее, осталось мало времени Насчет твоей книги И насчет Мэрион Если мы будем осмотрительны Все может получиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Папа Что? Что случилось? Ничего, дорогая А что? Ты даже не смотрел на меня И не махал мне Давай попробуем еще раз Возвращайся на поезд Папа Что? Можно я не буду кататься? Я слишком взрослая для этого Как ты считаешь? Да, ты и правда уже взрослая Дорогая Ты когда-нибудь думаешь о маме? Да Я не хочу, чтобы ты забывала ее У меня в комнате есть ее фотографии Дедушка говорит, я на нее похожа Это правда, пап? Да Ты очень похожа на нее Мне повезло Папа Что? Почему я не живу с тобой? А что? Разве ты не счастлива? Счастлива Но не совсем Ты понимаешь меня? Да Я тебя понимаю Так я могу жить с тобой? Не знаю Я не знаю Ты не хочешь этого? Конечно же хочу Папа Если ты любишь меня Возьми меня к себе Пожалуйста Постараюсь Скажи да, папа Да Ну вот видишь Сказать да было не так уж и трудно Привет, дядя Клод Из парка мы зашли в магазин И купили кое-что тебе и тете Мэрион И мне тоже Чудесный магазин И чудесный день Тетя Мэрион Посмотри, что мы тебе купили Это сюрприз Смотри Тебе пора спать Я думала, что сегодня Иди в свою комнату Ты не хочешь посмотреть подарок? Ты слышала, что я сказала? Здравствуй, Мэрион Здравствуй, Чарльз Рад тебя видеть Прости, что мы задержались с Викки Но она бы все равно не заснула от возбуждения Дисциплина очень важна Ты прекрасно справляешься с Викки Она так повзрослела Как тебе Париж? Большинства старых приятелей нет Забавно Я зашел сегодня в бар Динго Взглянуть Что там стало Не увидел ни одного знакомого Я думала, ты покончил с барами Как я и писал вам Я выпиваю каждый день по бокалу вина Не больше Я делаю это намеренно Чтобы знать, что Могу контролировать себя Конечно, Чарльз Мы понимаем Иногда я вообще забываю выпить Я зашел в бар Динго Взглянуть, что там стало Я побывал и в других местах Где мы С Хелен Мэрион Мне трудно говорить Напряжение слишком велико Мэрион Я могу забрать Викки? Я не знаю Я рада, что ты больше не пьешь Это все прекрасно Но какие могут быть гарантии? Как подумаю о тех Растраченных в пустую годах Я тоже думаю о них Я много работаю, Мэрион У меня контракт На несколько рассказов Я приступаю к новой книге Моя сестра приезжает из Миловки Везти мой дом Мне нужна Вики Прошу тебя, Мэрион Если ждать дальше, она вырастет А у меня Так и не будет Своего дома Я не могу потерять ее Неужели ты не понимаешь? Для меня это словно Возвращение Хелен Мэрион Мэрион Я не могу Я никогда не забуду то утро Когда она Мокрая, дрожащая Стояла у дверей Ты не пустил ее в дом Мэрион Ты помнишь только одну ночь Сколько еще ты будешь заставлять Меня расплачиваться за нее? А как же все те годы Что мы с Хелен любили друг друга? Я не хочу этого слышать Мэрион Ты отдашь меня, Вики? Нет Мэрион Прошу тебя Я не хочу больше об этом говорить Мне очень жаль, Чарльз Что же мне делать? Мы подумаем Спасибо Я займусь с Женом Мэрион Незачем говорить об этом Он не получит, Вики Ни сейчас Ни завтра Никогда Но почему? Ты его так ненавидишь? Да За то, что он сделал Да Да Все верно Он совершил непростительное преступление Против тебя лично Он виноват, что не замечал твоей любви к нему Ты нашла его А он женился на Хелен Да И в этом он виноват А раз виноват, то должен быть наказан Какое наказание? То, что ранит его больнее всего Отнять у него самое дорогое Его дочь Бедняжка Мы не можем получить все, что хотим Вот я, например Хотел твоей любви Хотел иметь детей Наших детей Рожденных в любви А не в горечи и разочаровании Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Чарльз Чарльз Ты не мог бы выйти на улицу? Я думаю, Хелен не хотела бы, чтобы ты был одинок Папа 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 Последний раз, когда я видел Париж Конец фильма Фильм озвучен фирмы СВ Дубль По заказу ГТРК Культура в 2005 году Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова